во имя отца и сына и святого духа послание святого апостола павла к евреям 4 глава 12 и 13 стихи ибо слово божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого она проникает до разделения души и духа составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные и нет твари сокровенно от него но все обнажено и открыто перед очами его ему дадим отсчет вот эти два стиха я ставлю вопрос самому себе когда библия показалась в руках я увидел что все что у нас идет не по евангелию вся история россии история мира идет не по евангелию слово божие скрывает и первую очередь те кто обязан распространять их у человека есть ноги для чего библия говорит для чего как прекрасные ноги благовествующих мир благовествующие благое у человека пять чувств познания мира зрение 78 процентов берем информации слух обоняние нос осязание вкус а где слова вся тварь на земле это тысячи разных видов и насекомых и рыб в воде и малых животных и грузунов и птиц и языка нигде больше нет и слова никому не верю на только человеку а человек уподобился всей твари не тварь подвигла на себя когда бог что-то хочет сказать он совершает чудо если тварь сказала хоть одно слово это чудо заговорила ослицы и сразу это великое чудо по житьям святых мы видим разговаривали птицы кони но это единичные случаи бессловесная тварь так она называется из лет двух мы считаем что слово божие живо и действие на ян затаус говорит так в каждом государстве есть свой закон мы соглашаемся а можно ли так чтобы тот человек который там живет приехал сюда и требовал чтобы исполняли закон той страны откуда он приехал никто и закон который в этой стране он вечный нет которые были законы до перестройки они все ушли статья по которым не судили на и просто вычеркнуто ее нигде нету иначе нужно было садить сажать всю страну сегодня что это означает начать слово божие живы и действенно и при том она действенно как вначале когда господь сказал когда павел написал письмо и во втором веке в третьем и в двадцать первом веке живы и действенно она действует как не говори человеку хорошие слова плохие это все улетучивается как только прочитал хотя бы два слова из из библии совершенно другое настроение делается это говорит господь и бог когда у нас и занятия в университете здесь мы начинали с молитвы царю небесный коротенькие все знают я сказал 60 проповедей 60 не повторяю никакую объясняя что она означает объясняя слова а сколько же проповедей сказал ян златоус это только оставшиеся остальное нигде и растворилась один том совсем недавно может лет 80 90 нашли у армян толкование на и саю проходит какое-то время еще находят писали вручную записывающей аппаратуры не было закрывались базары суды прекращались в это время работать приходили стекались все и особые были нотари и скорописцы и тоже при выходе сразу продавали ну за человеком какой-то небыстрый но никто расшифрует пишут отдельными знаками где-то и так слово божие то которое осталось которое перевели на множество языков больше на 2000 языков до всех народов притом этот закон и мы его слышим и понимаем что в этом все если закона нет златоус говорит бог оставил закон библию ты не считаешь нет соглашайся что ты не знаешь ее ну правильно она у него книга есть я много общаюсь с людьми в интернете когда библия есть но где-то я не знаю была она я учился она это настольная книга если ты не считаешь закон ты поневоле его нарушаешь может ты не знаешь как правило движения а нарушая ты погибаешь и все от того что не читаешь как можно было так принять христианство на руси когда библии не было ведь монахи я представляю как они князь владимир все было на лодках плыли ящики ладана сундуки лопаты есть лопаты есть они уже знали что делать вот киевские горы стали рыть с первого дня отобедали отдохнулись на руки пошли рыть землю зарыться то есть уподобляться не богу а подземным каким-то животным кротам при том это не день не два ведь это девятьсот восемьдесят восьмом году крещение будет не забывайте цифру и только в 1876 кое-как библию перевели и противились больше всего не цари цари хотели священники архиереи пугали царя если переведете народу попадет сразу революция будет я не мог понять какая революция оказывается если вдуматься то так люди увидят совсем не так и родители умерли наши христа не знали они же ходили в храм люди будут рассуждать и будут требовать кого-то когда я стал писать материалы о крещении что нет крещения то никакого в мокрой ладошке оплати деньги во-первых бесплатно это симония смертный грех а во вторых крещения погружения нигде нету мне казалось народ узнает на клочки все разнесет не тут то было людям а то очень нравится пришел я тебе ты мне до свидания я вот разговаривал сколько людьми которые под видимо этим крещением были заплатили деньги ладошка по полбу их и они выше зачем крестился на 50 человек ни одного не нашли который сказал бы вот тот а тот а бог сказал вообще никак под разным причинам берут в армию тут экзамены наступают там надо замуж выйти бабка не хочет водиться с ребенком но разное-разное не знают люди по сегодняшний день ведь сегодня находятся священники которые говорят литургии это не было я не против я просто говорю как есть а как христос учил учеников вот это все и было потом преломлял хлеб вот просто переломил сказал едите телом все кончилось ведь у нас не добьешься и вечером и на исповедь еще только нет повторяя не против я принимаю как есть но внутри себя мы даже поверить что господь будет сидеть нас по слову своему евангелие от яна 12 48 иисус прямо говорит слово которое я говорил я с большой буквы она будет судить вас последний день но если она будет судить все остальное то какой толк иметь когда все сгорит написано земля сгорит и все на ней я сейчас хочу пройтись по нескольким местам священного писания с помощью брата он прочитать в руках у нас библия и вы увидите как это слово зазвучало мы не знаем кто это расслышал но писание и сказал бог не просто появилась а сказал ну кто мог слышать когда людей не было ангелы не не переносят это кто дух святой открыл написано все писание писали святые божьи человеке будущее движим и духом святым нерукотворное у нас издание прекрасный перевод и его прячут от народа когда первое издание библии вышло я не знаю православных осталось или нет протестанты тоже были но это уже девятнадцатый век я представляю как это было православные купили а эти знают еретики заходить нельзя знакомые то библию купил да сколько заплатил 2 рубля но 2 рубля это по нашему 2000 я тебе 4 до продаж 4 бери батюшка начинает проверять ничего нет а где а мы считать то не умеем вот и началось здесь и не надо удивляться что мы так вот живем и такая неразбериха столько разводов только абортов это все от незнания слова божия я особо хочу подчеркнуть что слово божие написано живо оно не умерло его запечатали на живое лежит и действенно несколько мест писания подтверждает это первое петра 1 23 первое послание апостола петра петр неграмотный рыбак вот смотрите как при том это не едино что будет у него и он прославится не тем что он был ревностен а эти два послания и как он народ отвечал слово хорошо запомните это имя себе взял господь и бог слово бога слов 1 23 как возрожденные не от тленного семени но от нетленного от слова божия живого и пребывающего вовек вышел сеять и сеять кто вышел сеять а ведь писание говорит о том как мы сеяли чем мы придем речь это всех а не то что батюшка пускай сеет он все а ты а что такое сеять семя слова божие говорит слово которое запечатано это слово запечатано если ты снял с полки или со стола библию и что-то узнал разговор какой-то получится а он получится с этой стремишься мне приходилось своего телефона не имея это стационар был с работы звонить кто-то позвонил это такая вы ищут что ищут но разные люди я сразу отвечаю это место где человек может получить прощение ой свой кали дальше что крещение готовится второе подождите маленькая за подруга сбегаю вот у нас сестра сидит она знает что я звонил по всем где она преподавала в техникуме как я где-то кому-то приходил телефон это не было и вот она на душа да не одна тут у нас еще есть услышали слово божие так почему же никто туда не пришел университет которым я вел 18 лет работу прошлом прошлом неделе мы там были что дали справку что были и прислали дать дали никто не приходил но когда узнали что мы там ведем занятия вот это местная епархия все силы бросили что нас оттуда изгнать один раз мы на крысе проводили занятия и прямо прямо требует изгнать но бог сделал так что сердце и ректора директора как бы и проректора все расположены к нам он говорит зачем они делают рядом аудитории я дам зачем они это делают это говорит человек не нашей национальности не нашей веры я узнал кто это говорит и они это делают и бумагу пишут с печатью на бланке церковном изгоните их отсюда вот и все наши пишут с разных сторон вот на крещение были там храме наш брат вещества в казани и стали раздавать евангелие они пошли там который у нас ездор крещение принял сразу же какой-то служка прекратить это нельзя давать нельзя не берите никак от иеретики это такая книга вроде поганые но не никак не люди берут с удовольствием евангелие красная по благословению патриархи кирилла крупным шрифтом он не слышит и ничего пока как на меня на белом батареи этом успела раздавать а в это время подходит человек играть я имею образование там семинария академия благословское образование вы что говорите вы откройте хоть раз посмотри уже смотрел что там у нас нельзя ну как нельзя народ ничего не знаю тут это торговая точка это можно не одна без двух сторон когда господь изгнал а слово божие нельзя лютуют буквально из рук вырывают мы знаем когда распространяли слово божие на волтайке рядом здесь собирал священник все во дворе жег понимать если мы это поймем мы разговаривать не будем и ему был день и ночь плакать это сегодняшнее состояние я завтра еще больше расскажу что с нашей сестрой не на сегодня делают хотя мы написали везде нового епископа прислали а дело не меняются священник костями лягу на храм не пущу восьмой год стоит на улице и только за то что с нами связано это к ним идти это она только была обратилась греча в университет приходила универовал бога они терпеть не могут свет слепит и они бога не знают это враги божии лютые враги а что делать мы ничего не можем делать мы можем только молиться простить бога за какие-то наши грехи они только молиться будем наши грехи господь позволяет видеть этот ужас который совершается по всей стране русские люди ничего не знают я мусульманам говорю в прошлом году передо мной прошло 2600 их беседовали и ни один не считал показываю их книгу а у вас многие православные знают я буду такие же как вы тогда успокаивается что тут говорить а у них вообще никто не знает у нас кто-то кто-то считает и дальше 2 глава 4 5 стих вы слушайте внимательно слово где звучит это говорит рыбак может быть он диктовал кому-то марку считает так 24 5 приступая к нему камню живому человеке человеками отверженному но богом избранному драгоценному и сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный священство святое чтобы приносить духовные жертвы благоприятные богу иисусом христом скажи человеку который ходит даже грамотный храм воспроизведите что сказал здесь пётр постоял маленько еще раз прочитайте я три раза четыре он не может пересказать а когда человек верующий он это свободно скажет что бог дал тема спасена другими словами может сказать еще место первое фессонне кислов 2 13 и то что просчитали это только от возрождения вера от слышания вот тогда уши нужны когда слышится слово божие а когда не слышится они они может быть не нужны можно руками показать куда идти вера слышания слышание от слова божие и как проповедовать если не будут посланные апостол это апостол переводим русский язык и мы все должны нас апостоличными быть христианами евангельскими христианами и нести слово божие в этот мир итак посему и мы непрестанно благодарим бога что приняв он от нас слышанное слово божие вы приняли не как слово человеческое но как слово божие каково оно есть поистине которые и действует в вас верующих вот павел говорит а если слова то не было что он может сказать ну хорошо что приходите свечки покупаете и тогда он говорил людям которые не знали пессонники с этой не евреи они никогда не слышали слово живое которое исходит бог дал этот дар чтобы мы могли небесное показать здесь на земле и понятно было называется едой питьем сколько названий мы можем многие найти название как бога назвать щит ограждение но я слово это начинается евангелие от иоанна 1 1 и слово было у бога и слово было бог бог взял это слово на себя а библии говорится что слово твое превыше всякого имени когда имя божие не знают люди как жить дальше то вот если бы в одном и направили это что мы должны быть последователями христа истинами нести слово божие в этот погибающий мир мы будем знать настоящее прошедшее будущее как с людьми обращаться научились что делать я завтра покажу вам купаться в ледной воде хорошая статья большая еще раньше наш бывший епископ и тихий курочкин об этом говорит это язычество мало того люди крестятся думают что что-то грехи смоет этого нет и показывают в ленинградской области муж стоит здесь люди тут какой-то инструменты женщина уже разделась подготовила стоять на льду перекрестилась вертикально вниз пошла вот три дня нету течение унесло поискали только весной если найдут все это все на глазах заснято еще не понятно то там вода она течет она вертикально вот так вот прямо прыгнула может быть до дна достала даже дальше нет это уже муж или той муж одеты был там кто-то другой вылез и хоть самого то не затащила и ничего поняли нет завтра и послезавтра будет на следующий год опять то же самое у нас язычество переполняет все особенно очень хорошо говорит епископ и тихий когда это появилась кто как об этом писались ну там булгаково приводит и все запомните что в данном случае лучшие проповеди которая о зимних купаниях что кроме болезни еще человек не приобретает как наши пихи сказал он говорит и все это можно взять сегодня прослушать 2 коринфян 10 4 5 я говорю о слове а сколько проповедей сказать о слове но не меньше ста примерно я посмотрел сегодня хотя бы коснусь и чуточку чтобы научились ценить язык который дал бог как родители радуются ребенок мама сказал или что-то первые слова первый шаг не так радует как первое слово он заговорил уже а вначале не говорил так и гулил а гуля гуля там и голубей зовем то есть голубиным языком заговорил оружие воинство воинствования нашего не плотские но сильные богом на разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение восстающие против познания божия и пленяем всякое помышление послушание христу слово можем пленяем мне вот сколько раз спрашивает но вы были там допрашивали на той неделю от мы ходили фсб чтобы дали там справки как я был все и говорят они всех вербовали вас только раз допрашивали там с вами следили я вру нет у них и попытки не было он еще только мои фамилии записать я уже говорю о христе и он понимает здесь стена воздвигнута для меня куда я не могу дальше шагнуть и они это знают и они это вспоминают сейчас были мы будет известно богу дальше какой будет ответ считаем дальше и второе каринтам 217 как апостол мы приняем разрушаем твердыния чем словом божиим он нападает а что там еще я скажу сейчас вся ваша городушка уйдет как слово божие говорит враг это не может слушать меня привезли в краевую больницу и первый же день я только вышел по коридору походить уже человек какой-то подходит оказался прописан краевой больницы я вас слышал хотел бы вот сказать я ему отвечаю два-три раза вы своими это словами можете сказать игра я знаю откуда вы пришли еще когда мы подходили вы хотите меня за ограду священного слова выбросить а там задушить это не получится лучше лучше божественная мудрость чем самобытная глупость он сразу ко мне всякий интерес потерял ну свои то слова скажите что мои слова значит как это звуки неба ты только однажды вкусив с веры и ты поймешь ничего нет как умирающий лежит как называть просто боязно какие люди подсчитай что-нибудь а книг полу как на что из какой книги книга на слово божие исаак ньютон когда слышал поминали имя христа при любой погоде снимал головной убор это почтение так ли любим ли мы знаем ли его дальше четыре-два вторая конец мы еще 217 не допустим нет деяния подождите мы еще 217 не прохожу ибо мы не провеждаем не повреждаем слово божие как многие но проповедуем искренно как от бога пред богом во христе вот значит уже знать как от бога дар нам даны бог нам сказал передайте его а без вас может господь услышать вероотслышание и поэтому 8 главе 4 стихе деяния апостолов написано рассеявшиеся ходили и благовествовали жития говорит малые дети свидетельствовали совсем малая идет хозяин у которого они в рабах и разговаривают а тебе как кажется вот этого кадула мы живем это дьявол настоящий он бога не знает а второй братишка стоит там обоим где-то по 5 по 6 лет ну да это так мимо проходит они ему здравствуй хозяин наш который служит дьяволу а не богу что а кто-то сказал да это вот у тебя живут они христиане что но вы ему когда жертвенное мясо даете они его собакам выкидывают и они обоих родителей подвели под расстрелы все святые не удивляйтесь нам кажется чем дольше я на земле тут буду жить и больше сделаешь да бог знает достаточно только сказать несколько слов как разбойник и прославишь ты бога навсегда 2 коринфянам 4 2 6 но отвергнув скрытые постыдные дела не прибегая хитрости и не скажу я слова божия открывая истину представляем себя совести всякого человека пред богом если же закрытое благовествование наше то закрыто для погибающих для неверующих у которых бог века сего ослепил умы чтобы для них не высеял свет благовествование о славе христа который есть образ бога невидимого ибо мы не себя проповедуем на христа иисуса господа а мы рабы ваши для иисуса потому что бог повелевший из тьмы его сиять свет озарил наши сердца дабы просветить нас познанием славы божьей в лице иисуса христа какие богатства щедроты и все от того что бог просветил словом евангелия если бы евангелие не написали мы не знали это если бы господь не встретился савну на пути в дамаск он бы ничего не сказал так бы и было и каждое слово которое находим и он похвале похвалу дает им и рассказывает как они пришли как они должны жить если вы не ходили еще на благовестие выберите время вдвоем по одному не ходите господь по двое посылает это евангелие у нас есть у нас какие куча визиток щеток у нас нет по сегодняшний день двери еще не закрыты мы далеко далеко от того что первые христиане как гонимые были но его только что прошел краевой библиотеки дали документам какие книги меня находится дух экземпляра были в университете оказались там и ректор проректор все другое это сразу а я знаю вы тут были уже какой разговор идет я бы сразу сказал о боге я не знаю как он примет но факт тот что если мы не проповедуем они сегодня пришлось говорить сколько человек в тюрьме обратилась за одну ночь семеро стали на колени это бог делает он отделяет нас силой о которой мы даже не подозревали а это не наше сказать только это делает господь совершенно не верил человек другое веры больной здоровый он слышит голос неба если вы словом божьим еще так не распоряжайтесь как есть считайте его у нас книги из блаженного фефилакта когда каждое слово истолковано деяния 237 38 услышав это они умилились сердцем и сказали петру и прочим апостолам что нам делать мужи братья петр же сказал им покайтесь и докрестится каждый из вас во имя иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого духа вот впереди там я не стал брать много рассказывает петр что сделал христос как он родился как грехи мира взял на себя и как люди не знающие бога распяли его как он третий день воскрес вознесся дал духа святого вот и речь идет о первых днях буквально и они все это приняли и не два не три человека три тысячи ну теперь уже все распяли мы сына божий которого ждали тысячелетия это был мессия и как же мы могли так а теперь что делать покайтесь это первое слово которое нужно сказать людям а в чем каяться ты помолись тебе бог подскажет что тебе бог положит на сердце ты в этом хотя покайся в чем тебя совесть судит а сегодня то есть чем каяться что задумал сатана как подходит со всех сторон какие беды грядут на вселенную мы полностью придвинулись 24 главе евангелия от мотфея и луки 21 господь говорит последнее время что будут глады море землетрясения войны и дальше направлять не ужасайтесь всему надлежит быть надлежит быть если надлежит быть и нельзя никак убрать давиду бог давал три каждые семь лет там будет голод бегать будешь какой изберешь он избрал на три дня семьдесят тысяч господь убил в это время язвы какой-то какой-то болезнь там вирус и что был тоже не отчего-то умирали но написано ангел поражал и сегодня то люди спрашивают разве об этом еще ничего нет это все впереди нам об этом говорит священное писание и изменить там ничего нельзя ну знают что делать нужно пост молитва слезы все что есть нигде не говорят люди о том чтобы идти благовествовать и когда пришли монахи из греции с первым епископом михаилом им никто не сказал про это сразу же начали здесь не не библии не привезли евангелия не знаю на каком языке еще перевода не было никто ничего не знает мы встречаемся с людьми первое что можем им сказать что приближается кончина мира и поэтому позаботьтесь о тебе времени осталось мало чрезвычайно мало человеку просто дать это понять так вот сейчас как война вспыхивает она за другой вы посмотрите что сейчас делается и хвалятся оружием поставили ролик что у нас в россии какая бомба вот показывает как она ее нельзя остановить как она взрывается два нью-йорка одной бомбой могут стереть с лица земли в 1500 раз больше бомбы сильнее который пал на хиросиму это все показывают выступают инженеры где делают и тут никакого не секрета ничего нет а покаяние нигде слова не нашел но мы-то для чего то есть ты нашел где-то там ролик это что-то скажите господь сказал об этом это беда если мы будем участвовать в этом убивать кого-то нужно приготовиться и так приготовься а ведь это было сказано не им только апостолам сказать а еще из нас им приготовьтесь принесите богу покаяние за сверение земли и семьи и все что есть какой уропа на правителей сколько зла желает сколько смуты это вот недавно только вспыхнула погасла но это ненадолго и все войска кинулись в одно место русские 3000 сразу послали туда я говорю про казахстан ну слава богу вернулись так что президент белоруссии и там 300 послали когда вернулись я молился богу чтобы жены ваши дети получили отцов обратно и все вернули живое здоровье без слез слушать нельзя но это ладно так но ведь сколько погибло в это время показывает каким головы представители власти где заманывали там или к голову отрезали находят те которые руководили этого все слаженно шло все это поняли надо молиться об этом что люди познали христа имя которому слово и через слово возвестить им великую радостную весть приближается наш господь деяние 431 павел говорит господь должен был назвать видимо златоуз говорит не деяния апостола деяния духа святого и по молитве поколебалось место где они были собраны и исполнили все духа святаго и говорили слово божие с дерзновением вот этот вопрос я не знаю рожден я свыше имели крещение духом святым и как узнать я исполнен духом святым или нет я перебрал ну сколько ну примерно 20-30 мест и везде исполнилась она духа святого и начала говорить исполнились духа святого больше ни почем не они стали не прыгать не богаче не стали дух святой внезапно наполнил их они стали тут же говорить о христе это дух святой делает когда коснулся слух саула и он сам начал проповедовать они и люди не учились не знали ничего и вдруг все пошло другим путем что от нас господь требует довериться ему полное абсолютное доверие и сказать на пол не устали сердце и разум словом твоим и поэтому всякая встреча с кем бы то ни было она обязательно будет касаться нашего христа спасителя вот я долго стоял на паперте краевой библиотеки потому что там выгоняют нельзя у нас сестра зашла дальше я смотрел людей люблю математику посчитал примера прошло 500 человек и женщин ни одной нету чтобы одета была нормально то есть мерзость 22 глава 5 стих женщина не должна надевать морскую мужскую одежду муске мужчина-женщина и друг смотрю издалека идет одно платье до полу сама тоненькая такая и впереди ее идет мужчина видно молодой когда поравнялись я очень пожарил что не снял вот понимаете женская красота все выражается видно что из южных народов мусульманка впереди ее идет муж она ни на кого не смотрит сегодня не спрашивают как они сумели так сделать что каждый день пять раз молятся да мы члены нашей общины все никогда не сговоримся что в одно время пять раз даже мы которые библии из рук не выпускаем который в интернете даже вот вы когда последний раз были с нами вместе а каждые два часа у нас задается сигнал и на молитву всего не больше двенадцати минут и так нам есть чему говорится поучиться где 533 я не слушайте внимательно это мы во первые апостольские времена вошли из и смотрим присоединяемся мы к ним сегодня или нет слышав это они разрывались от гнева и умышляли умертвить их за за словах которые говорили как мы знаем за это большая ответственность одно только слово из человека нет если он молчит он никому не нужен уже все уже советские войска входит в берлин все разрушено а в это время там еще жандармерия рыскает взрывает рядом мостик и мужик создал ну ну вина массу концу все идет а ну мостик оставьте нам заходить надо то сразу узнали тут же его за дома повесили и эти делали так и другие а говорить или не говорить знаете тут надо смотреть на каждом месте но надо сказать о христе христос сразу повелевает эти дела делать которые мы делаем а если бы он был здесь вы бы на какую сторону стали вот так надо сказать екклесиаз 12 11 слова мудрых как иглы и как вбитые гвозди и составители их от единого пастыря слова иглы и любитые гвозди и посмотри кривое ржавые гвозди никуда не войдет а это вот что делать соединяет чем-то слово божие что означает иглы иглы сшивают разрозненные шили сегодня смотрели вот ну какие сравнения то и слово божие то же самое все эти раздоры все убирают мне не один раз спрашивали но вот здесь была вражда ну примерно так 150 человек и против там 125 и они баптисты меня привели туда отделены были отделились и там такая вражда и дали слово они так и не узнали кто среди них был они примирились как они плакали как они целовали друг друга почему живое слово я ничего не сказал это так бог делает просите чтобы бог возжег внутри нас огонь любви огонь самый настоящий и говорит или меня хотел молчать но внутри меня был как бы огонь заключенный в моих костях вы выразить надо то поэзии настоящие эфесянам 513 все же обнаруживаемое делается явным от света ибо все делающиеся явным свет есть это мы должны сделать раскрыть явным что делается какая причина меня очень часто просят помолиться и у нас нынче принимал но не еще прошедший год была одна женщина приезжала крестилась и ребятишек у них разочетворил и с мужем не лады и сегодня она такую благодарность прислала то молиться просила и помолились два раза то и муж вернулся где он был не знаю и ягод больше молчала я вот и совсем научись молчать по-другому будет у тебя это бог делает я почувствую такое облегчение и он меня больше не стал упрекать почему живое слово должно достигнуть вы ни одно знакомство не оставляйте без внимания где с кем разговаривали слово божие она жива и действенно вот этот маленький плакат у меня висит здесь дома висит живы и действенно но не умерла до разделения души и духа составов и мозгов и судит помышление намерение сердечное но я тебя буду говорить судить ты неправильно поступаешь а кто ты такой но слово божие судит помышление и намерение что-то оно осуждает почему туда идешь а меня не судит потому что не считаешь считай с молитвой не надо выдумывать и чего господь близок призывающим его и шесть семнадцать здесь же и шлем спасения возьмите и меч духовный который есть слово божие меч духовный и написано и в правой руке меч а как двумя руками держит библия одна закрытая я понял что толкование говорит она должна быть раскрытая надо рукой все скажи одной рукой листай сразу вот так наклонится и все мои закладки вылетят а это надо двумя руками меньше в обеих руках не бывает а только в одном месте кого-то ударить крепко вещь обоюдо острый ты неправильно пользуешься сам себя порежешь евреям 13 7 это взятый эпиграфом двенадцати томам димитра ростовского жития 13 7 поминайте наставников ваших которые проповедовали вам слово божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их которые проповедовали если это бы знали который уже тех напит 90 там 8 процентов из списка спятых уже выключены они этого не делали ушла мария там с альбаном была сейчас федор конюхов там ездит и рекорды ставит на море медузам проповедовать или не знаю кому он на расстате пролетел вокруг земли священника его в рука положили я спрашиваю зачем когда мы так короткое время ты воспользуйся тем даром который бог дал тебе ты ходишь ты видишь осталось только положить на язык и готовое слово евангелие с собой у меня толстый карман евангелие всегда с собой я наказываю как хоронить чтобы со мной было евангелие заламинированная целопан неоднократно и на грудь положить маленькая сантырию и на кресте что все время бесел и написано кто возьмет следующие повести заламинированные кто-то услышал я тоже буду так делать то есть я из могилы хочу проповедь распространить на живых исайя 11 4 кто проповедовал слово божие подражайте вере и взирая на кончину а если подражать нечему так он был такой молчун подражать нельзя а вот он был так подражать ты можешь чем-то но писание говорит апостол по взирая на кончину их подражать и вере а впереди которые проповедовали вам евангелие это спроси люди которые сейчас канонизируют кому не проповедовали это не один не два у нас все висит на ниточке буквально наоборот евангелие из рук вырывают не надо нам это прямо кричат пошли отсюда со своим евангелие да еще и обругают крепко у нас не тихо рассказывает говорит но я решил катехизировать надо приходят в кассу заплатили помощили ушли я тогда сказал надо учить и вот подходят и крестить надо хорошо крестить у нас идут курсы организовали катехизаторские а счет такое но вы евангелие купить у нас там там киоски продают то ну и что ну и заниматься будем и тогда посмотрите он пошел купил опять вернулся и говорит ну когда крестить то будем я же сказал занятие идут и вечером вот мы начинаем уже четыре часа о да ты крестить то будешь или нет я сказал я же сказал вот как загнул над трехэтажным матом во весь голос под сводами храма вот тогда я пришел себе ты что же я делаю то кого же мы крестим то от абсолютно безбожники слово божие живо и действенно и мы должны каждый раз просить господь наполни меня благодатью твоей вот начинают священники приезжают и у меня нет такого дара проповедовать дара нет а ты обедаю сегодня но обязательно а почему ты не будешь ли дары нет ты дышал сегодня дышал почему я не говорю что дара нет дышать это пища это дыхание это говорит священник уже протоиерей я не могу его никак убедить ты обязан брать слово божие считать хотя бы маленькое пояснение давать я уж не называю ни имя ничего потому что человек приезжал его все знают я не могу их шевелить не никак и главное а вас кто благословил раздавать евангелие до кого благословлять когда господь послал а второе по благословение патриархи кирилла издан для чего чтобы на складах лежала и люди раздают понимаете сколько вокруг работ а ты не можешь пойти молись принявший пророково имя пророка получит награду пророка благовестника проповедника принял проповедника прими ждать милостынь это хорошо но это все хорошо когда человек верно без веры написано богу угодить невозможно запомните это не молитва ничего я говорю есть 5 б б без которых ни один не спасется я давно это говорил за давай по пальцам загибаю себя первое бог без него можно спросить никак 2 б библия 3 что блага благовестия проповедь четвертое благословение бога и пятое будущее без этих ни один человек не спасется сегодняшнего на одной руке это может сказать бог библия благовестия благословение будущее я делаю ради будущего не ради только сегодняшнего дня и дальше считаю мессия 11 4 он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине и жезлом ус своих поразит землю и духом ус своих убьет нечестивого убьет духом ус неоднократно говорится и из уст его выходил меч то есть у христа меч во рту как это это слово живое не надо буквально понимать слово которое говорит сегодня издеваются за религии изобретает этого не будет явится на небе крест христовый в тысячи крат ярче солнце как знамение сына человеческого сколько вокруг нас людей которые христа как бы признают большие хоры смотрю все бритые в галстуках женщине без подков то есть ничего нигде и писание на каждом шагу искажают сколько работы у нас здесь в этом городе никуда не надо идти мы однажды я рассказываю в деревне сидим там у нас был такой брат михаил я говорю надо идти ну куда идти я не знаю в деревне кому пропадут я говорю бог пошлет только сказал двери открываются заходит две женщины одетая прилично я говорю смотри вот они пришли вот сидим у него в ограде разговариваем я говорю они сразу являются никогда их не было а что был птичий грипп они пришли поверить проверить все ли у нас в порядке а я их прям не допускаю тут сразу начало говорить бойтесь вот этого этого и и дальше только сидит и ты только сейчас говорили только живу никогда не было но я сказал слова и бог слышит и сразу вот тебе объект работы над над тобой не надо по-другому может быть лаван сидел и думал живу среди неверующих и девочки подрастают и как замуж их выдать где и друг какой-то странник пожилой останавливается у колодца а он думает как узнать их много да все они в блинных платьях да хорошие такие не накрашенные платочки кого брать и вот я попрошу пить и верблюда может даться вот которая скажет поможет я сказал она сразу засуетилась и я верблюдов напою заезжай к нам у нас и все солома есть сена то не было и кто это окажется вы знаете вот как и сразу на и подарки дал и у бога уже выщено было а жених там поле пока бродит и когда ехали обратно но это кто это хозяин твое будущее а он вышел поразмыслить в оригинале стоит вышел помолиться поразмыслить обожественно это не она сверблюда соскочила зато какие были крепкие женщины тут со стула то стоит падает а то сверблюда соскочила и видите как каждое слово на своем месте и она не знала и он не знал и в глаза друг друга не видели поедешь спросим ее спасили поеду вот какой был народ простой а у них на квартире жил но она такая богобоязненная была а муж прям богатырь она совсем крохотная такая тетя поля как-то замуж что-то как сидели с подругой на печке на русской в куклы играли а в это время пришла и там мать игры ты замуж что пойдешь я сразу соскочила пойду а где жених он пришли уже ничего не надо понимаете ходят обманывают друг друга почему живое слово родители молились оказывается родители сказали ангел впереди сопутствует тебе читаем исаев 55 1 11 прочитаем целый пакет петхозаветнего евангелиста исаию жаждущие идите все к водам даже вы у которых нет серебра идите покупайте ешьте идите покупайте без серебра и бесплаты вино и молоко для чего вам отвешивать серебро за то что не хлеб и трудовое свое за то что не насыщает послушайте меня внимательно и вкушайте благо и душа ваша да насладиться тукан преклоните ухо вашей придите ко мне послушайте и жива будет душа ваша и дам вам завет вечные неизменные милости обещанную давиду вот я дал его свидетелям для народа вождем и наставником народа вот ты произведешь народ от которого ты не знал и народы которые тебя не знали поспешат к тебе ради господа бога твоего и ради святаго израилева ибо он прославил тебя ищите господа когда можно найти его призывайте его когда он близко да оставить нечестивый путь свои беззаконие помыслы свои да обратиться господу и он помилует его и к богу нашему ибо он многомилостив мои мысли не ваши мысли не ваши пути пути мои говорит господь но как небо выше земли так пути мои выше путей ваши и мысли мои выше мысли ваших как дождь и снег не сходит с небо и туда не возвращается но напаяет землю делает ее способную рождать и превращать чтобы она давала семя тому кто сеет и хлеб тому кто есть есть так и словом ее который исходит из уст моих она не возвращается ко мне тщетным но исполняет то что мне угодно и совершает то для чего я послал его слова тщетно не бывает господь сказал все библии отберут это может быть при нашей жизни случится поэтому успевайте где-то что-то сохранить я ожидал ареста когда а узнал противосектантская большой ревнитель журнал 1400 страниц по размерам огонька я кратко законспектировал сколько раз я про 1400 страниц там я научился миссионерской работе ревнитель и кто мне дал пресвитер баптистов это даже но никогда не подумаешь откуда придет я в разные города где мог спрятался если я вернусь что-то забуду и теперь достать с эти теперь уже сколько там у 5 листов получилось у меня 1400 основа считаю еще уменьшая наконец уменьшил поместилось на ладони остальное уже запомнил слова прямо говорит и что перед ним не устоит научитесь всюду и везде рассказывать людям о христе иисусе если господь с нами враг ничего не сможет делать и всегда они люди придумают какие-то неправды а ты им расскажи лжец царствие божие не наследует мы сидели у костра еще потерявку не строили приехал директор соседнего села с сыновьями звезды на небе мы беседуем и рассказывали о боге но тут вы приезжаете земля то вам уже не принадлежит здесь не потеряюсь к это уже отошло я гри земля господне и все что на ней как вы сказали я господне и все что на ней он угольки палочкой пошевелил ну ладно я домой поехал я после стал размышлять что его тронула потом их не в гости когда-то ездили а я не знаю я понял что и разговор дальше не надо никого вести не верующий человек богатырь прямо чемпион где-то маленькое слово и она касается души человеческой и вот мы считаем якобы 1 18 восхотев родил он на словом истины чтобы нам быть некоторым начатками его созданий если он нас родил словом истина мы хотим чтобы от нас кто-то рождались духовно павел они сима я родил в вузах моих и павел говорит что я родил благовествованием ничего не понятно то здесь ну ты ну по жизни то так это можно еще как-то но царство божие будет определяться с кем ты придешь кто за тебя будет ходатайствовать вот что у нас здесь есть я чего-то достигают я говорю куда это идет но ты даже не знаешь что у меня уже три миллиона долларов людей есть по 45 миллиардов долларов и они умирают и с собой ничего не возьмут рассказывает у жены к тарахпеллера она когда умирала нужно бабушка была и привезли принесли самое дорогое платье которое было все в жемчугах алмазы она рукой как взяла и не могли взять только отрезали кусочек вот с этим она и пошла и взяли это за пример вот и все что у тебя в гости есть еще читаем лука 8 11 я говорю о слове божьем полюбите его кто не знает ежедневно читайте евангелие утром вечером ну хоть немного читайте вот что значит притча сия семьи есть слово божие толковать не надо всеми слова божия нету не там один сорняк растет а он не будет слушать описание будут они его не буду слушать ты иди и говори живое слово псалом 118 113 стих 118 и 130 откровение слов твоих просвещает выразумляет простых все твои институты все здесь заложено она заставляет вот евреи нации 2896 какое преимущество павел во всех отношениях быть евреем преимущество но на и паще в том что и ввери на слово божие мы считаем то перевод это и уверенно какие они были эти пророки их убивали за слово божие они сумели сохранить нашлись люди знающие языки переводчики и дух святой донес на наши дни на 6 перепечатали это и мы прям книги настоящие перед нами и при том синодальный период это не православное издание это буква в букву издают откровение 1915 я специально из разных не взял чтобы показать что 1915 из уже его исходит острый меч чтобы им поражать народы он пасет и жезлом железным он топчет вид точила вина ярости и гнева бога вседержителя человек который размышляет сильно мне приходилось вуза быть и там убийца совершил из милиционера а как вот этот вопрос я ему отвечаю маленько полежит а вот этот как будет если у него что-то в жизни было я опять он сразу делает вы совершенно неуязвимы наши законы взять никак не могут а серьезно такие вопросы задают я испытал слово божие силу его и советую всем ежедневно а как вы запомнили я отвечаю потому что слова библии прошлись по мне у меня рубцы остались от них доме любящих меня били я не просто считал она исполненность а пошел выполнить и последнее римлянам 1116 ибо я не стыжусь благовествование христова потому что она и сила божия ко спасению всякому верующему во первых иудею потом и елену и так где бы ни были вы едете ли где-то вот садитесь трамвай я просто скажу ничего особенного не сели и перекреститесь господи благослови кто-то где-то хата посмотрит возьмите евангелие в руки и читайте а может быть как будто что-то дать надо там визитки у нас какие хорошие составленные но оставьте след памяти вы не знаете через что человек обратиться я пленки когда насчитывал раньше раздавали и человек один но ему дал священник то а там ничего нету не записи ничего но он говорит во мне все это изменилось но кто я не знаю попадает книга наша он стал слушать а тут сходится все и он тогда давай нам звонит он не один раз нам приезжал то человек потом крещение принял мать его обратилась а я что-то насчитал пленку отдали я не помню где он куда не раскатились а они без меня уже там работает наше главное сокровище это то что на столе лежит вот сестра этим занимается сколько людей получает сколько радости и в этом участвовали вы все кто молились а кто помогал то корректором был то ну я знаю тут трудно найти кто назад будет день общины там написано кто знает как она образована какой пришли кто был миссионерских поездках напишите дома как вы были с кем были где были это самое ценное что за нашей общины будет 120 тысяч километров 650 остановок бога слава